Как всегда, во вторник у нас свежий номер газеты «Неделя в Саратове». Сегодня его представляет Сергей Сергеевский, ответственный секретарь газеты. Практически ЦК КПСС. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем свежий номер? Ну, о многом номер. Начинаем мы с темы, которая, казалось бы, уже намозолила глаза саратовцам. По всем СМИ прошла это. Покрашенные в розовый цвет избушки, развалюхи. И, может быть, не стоило бы об этом так подробно говорить, но у нас так получилось, что сошлись две темы. Ну, казалось бы, это две противоположности, а на самом деле две стороны одной и той же проблемы. И у нас получились из этих двух тем два разворота. Один по Саратову, как красят эти избушки, заклеивают их плакатами с изображением новехоньких фасадов. А вторая тема – это как в Лысогорском районе живет с фермером. Ну, зрительно мы это сопоставили розовой избушкой саратовской и разваленной на улице Лысых гор. А к теме мы вернемся подробнее потом. Но суть в том, что в Лысогорском районе нет средств на эти баннеры даже. Там нечем их зависеть. Хорошо живем. Да. Ну, вернемся к этому подробнее. А пока вот начнем с колонки нашего редактора. Получается, что он… Я цитирую его колонку. Продолжу тему, которую вы только что обсуждали с предыдущей вашей собеседницей. О партиях, о выборах. Вот она вспоминала, как было 80 партий в России. И все они как-то жили и действовали. То есть были не бутафорскими, скажем. А вот Дмитрий Борисович начинается с того, что недавно Вячеслав Володин объявил, что в осенних выборах могут принять участие 77 партий. Ну, мне это… Я не знаю, откуда. Прям какие-то 38 пугаев мне показалось. Но какие это будут партии в большинстве своем, становится понятно из дальнейшего анализа. А Казенко анализирует историю партии «Гражданская платформа», которая была затеяна и задумана как партия демократическая, либеральная, с экономическим, скажем, уклоном. Не уклоном, а экономической целенаправленностью. Поскольку лидером партии был известный Прохоров. А потом получилось, что эту партию просто украли. Там путем каких-то аппаратных интриг и закулисных махинаций Прохорова оттеснили от руководства, а новый руководитель сразу вступил фактически в союз с самыми реакционными политическими движениями. И вот получается, что партия-то будет участвовать и, может быть, даже пройдет по благословению Вячеслава Володина. Вместо нее сейчас партия Ростель, как называется, проводил. Ну, да. Они между собой посоревнуются на предварительном этапе. А потом, если даже она войдет в парламент, ну, что будет? Это будет вторая единая Россия, филиал. Может быть, даже более агрессивная за счет политической молодости. Ну, давайте перейдем к саратовским делам. Значит, наша корреспондент Анна Мухина побывала на публичных слушаниях очередных по застройке. Решались там проблемы самые фундаментальные. О том, как зонируется саратов, как из зоны, скажем, рекреационной, то есть зеленых зон, целые участки выводятся в зоны застройки. Вот, например, она приводит, как около Дома офицеров, там, знаете, сквер между Домом офицеров и гостиницей Жемчужина, собачьи липки так называемые. Там теперь ограда, и мощные машины работают. Его вывели, этот участок из статуса рекреационной зоны, сменили на зону общественно-деловой застройки. И там сейчас идет строительство шахматного клуба. Причем я хожу там мимо часто и вижу, что на плакатике информационном, на заборе, написано, идет реконструкция шахматного клуба. Я вот не помню там такого фундаментального шахматного клуба. Там были какие-то павильончики легонькие, летние. Они обещают построить там какое-то здание и там выделить место под шахматный клуб. Ну, наверное, да. А на сколько этажей будет здание? Ой, сейчас не вспомню, но мы об этом делали материал. Вот. Вторая саратовская существенная тема, это, ну, по крайней мере, на словах, движется дело с передачей водоканала в концессию частным лицам, частным компаниям. По крайней мере, вот уже со следующей недели начинается прием заявок от концессионеров. Ну, тут вот что интересно. Значит, общий срок действия соглашений составит 30 лет, то есть до 45-го года. Ну, это хорошо, с одной стороны, когда так далеко планируют, но что-то вот мне по нынешним нашим неспокойным и нестабильным, непостоянным временам трудно вериться в этот 15-ти. То есть 30-летний план. А самое главное... Просто могут и обанкротиться, и все что угодно. Могут. А самое главное, что там проблема колоссальная в деньгах. Общая сумма задолженности Саратов водоканала составляет свыше миллиарда рублей. Понятно, что никто, никакие частники не будут брать предприятия с такими долгами, чтобы потом их выплачивать. Значит, сейчас областная власть, городская власть, поскольку муниципальное предприятие работает над погашением долга. Ну, как работает, непонятно. Видимо, там договариваются с энергетиками, чтобы списали эти долги. Но что касается непосредственно нас, тех потребителей воды, которые в Саратове живут, что Александр Никитин, заместитель главы городской администрации по экономике, так, у нас что-то тут заработал звук какой-то. Сообщил, что чтобы мы не беспокоились, что рост тарифов на воду и водоотведение, конечно, будет, но небольшой. Средний рост тарифов в течение первых трех лет будет 8,6%. Затем тарифы будут расти медленнее, примерно на 3,3% ежегодно. Ну, вообще, 3% на 30 лет умножить... Ну, да, что-то... Много получается. Давайте к главной теме. Главной теме, да. Главной теме... Ну, вот первый разворот. Что думают саратовцы об этих раскрашенных избушках? Мы его озаглавили «Развесистая клюква в сахаре для премьера». Ну, люди считают, что надо показать весь ужас нашего города. Вот, цитирую одного из запрошенных наших горожан. Это грехи не наши с вами, а нашего горячо любимого правительства и администрации. Хочу, чтобы Дмитрий Анатольевич ощутил чувства некоторых горожан и проник сядь их недовольствами в родном городе. Ну, это все хорошо, но я что-то с трудом представляю, чтобы Дмитрий Анатольевич остановил кортеж, подошел к этому розовому домику, постучался, кто там в теремочке живет, и спросил. Ну, должно же... Счастливые люди должны жить в таких розовых домишках. Но вряд ли это произойдет. А второй разворот, который, как я говорил, с ним перекликается, это о фермерах лысогорских. Они, это Ольга Копшева с Верой Салмановой, фотокорреспондентом, съездили туда, побеседовали с ними очень подробно. Фермерам, с которыми они встречались около 50 лет в среднем, они крепкие мужики, работники настоящие. Но вот они... И знаете, с одной стороны, когда я читал, мне становилось как-то спокойнее за нас, за тех, кого эти люди кормят фактически. Что есть такие люди, работяги, честные, добросовестные, умелые. Но за них становится неспокойно. Потому что они говорят, что... Вот откровенно говорят, мы пропадем лет через пять. Почему пропадем? Ну, там много причин. Потому что государство поддерживает только крупные хозяйства, крупные, доходные, а мелкие им приходится выживать как угодно. При этом законы, мелкие и крупные, все как на подбор мешают работать. Ну, не все, конечно, я преувеличиваю. Ну, скажем, вот по закону, фермер не имеет права высыпать грузовик щебенки в яму на дороге. Потому что в его лицензии нет этой деятельности. Его за это накажут. И они, значит, прикинули, что каждый фермер платит ежегодно сто-двести тысяч транспортного налога в год. И если бы эти деньги оставить в районе и пустить их на дороге непосредственно, они бы заасфальтировали весь район уже давно. Все, наверное, у нас время как раз подходит. Самое важное назвали? Да, постарался. Спасибо большое. Сергей Сергеевский, газет недели в Саратове. До встречи. Еще увидимся, я думаю. Сейчас у нас по графику Роман Дрякин, порядок слов, и вернемся в прямой эфир потом. Редактор субтитров А.Семкин